Всем привет, друзья! С вами Маламадрас. И вчера вышло обновление 0.10.5. И как и предполагалось, именно сегодня обновился рейтинговый сезон. И наступил пятый сезон вместе с Royal Pass. Новым Royal Pass со своими там подарочками. Сейчас мы это все дело, ребята, рассмотрим. Сезон обновился, сбросились ваши ранги. Также за прошлый сезон нам дали сундук с наградами. Вот у меня, например, сундук алмаз. Мы его откроем чуточку позже. А также у нас появились новые награды за этот сезон. Вы можете посмотреть, что есть новый сет. Ну, как это полагается, как это всегда происходит. Еще в главном меню у нас появилась вот такая штука. Сезон 5. Это типа а-ля выгодная покупка. Как в прошлом сезоне, может быть, помните, костюм белой зайка. Просто закидываете 120 UC, грубо говоря, не покупая ничего. И дают вам в подарок маску и кофту. Но при этом еще можно купить скин на АУ Кровавая Клятва за 180 UC. Ну, не знаю, лично по мне, я не любитель покупать конкретно скины. Но, как по мне, это невероятно выгодная фиговина. Поэтому я уже закинул UC, получил вот эти костюмчики и приобретаю себе скин. Надеюсь, мне хватит на РП. Да, мне хватает на РП. То есть, если мы с вами посмотрим, то вот такая маска. Ну, маска как бы не очень, но костюмчик сам все кофта довольно-таки прикольная. Не могу вспомнить, где я ее уже видел. Возможно, в каком-то сете она попадалась. Шорты, конечно, это просто класс. И, судя по всему, ребята, это еще и сет. То есть, это не просто кофты, это сет с супер-шортиками. Ну, да ладно. Давайте теперь перейдем к покупке РП. Посмотрим, что нам предлагают. Ройал Пасс предлагает нам выбрать одного из двух костюмов выше после достижения максимального ранга Ройал Пасс. Дальше приобретите Ройал Пасс, чтобы получить 600 UC. Тут тоже нам дарят в подарок, получается, UC-валюту, как и в прошлом сезоне. И умеешь себя дисциплинировать, оставь на следующий сезон и в итоге купишь себе на халяву UC. Ну, мы все прекрасно понимаем, что так не бывает. В списке наград были добавлены дача Охотник над Драконов и костюм Небесный Рейнджер, раскраска Кристальная Чистота, а также эксклюзивные аватары и рамки пятого сезона. Представляете, вот РП стоит по факту... Сейчас мы посмотрим, сколько он стоит, но я думаю, ничего не изменилось. То есть 600 рублей, да? И если есть возможность без всяких кейсов выбить вот такой сет, то он уже автоматически стоит своих денег. Ну да ладно. Welcome to Royal Pass пятого сезона. Давайте посмотрим. Улучшаем. Что у нас? Мы имеем за 600 UC, да, и за 1800 UC. Ну все как обычно, в принципе, ничего не изменилось. Здесь вы получаете слева... Многие спрашивают все время, а чем они отличаются? Слева вы получаете первый уровень, ребятки, а справа 25-й. То есть вся разница. Вы не получите что-то больше каких-то подарков справа, а слева меньше. Единственная разница это уровни. Но почему это выгодно, если вы в дальнейшем, вот вы купили первый уровень и в дальнейшем думаете, я вот потом куплю себе левела, да, вот проплачу себе уровни, то тогда получится невыгодно. Потому что как раз вот за 1800 UC, получается, вы 25 уровней покупаете, а чтобы их вручную, скажем так, купить потом, вам придется потратить более 2500, по-моему, тысяч UC. Ну, в общем, такая разница. Давайте теперь посмотрим, сколько будет длиться второй сезон, ребятки. Испытаний у нас идет сколько? 8 недель. То есть все то же самое, как и в прошлом сезоне. 8 недель, не такой уж и долгий будет сезон. Также будет вот этот вот ящик. Получите ящик, выполняет 10 миссий. Также внутри карточка на 200 РП очков. Все, в принципе, ничего здесь не изменилось. Здесь 10 единиц мы получаем РП, просто заходя каждый день в игру. Теперь награды, ребята. Смотрим. У нас, наверное, 100 уровней, скорее всего, да, все правильно, 100 уровней. И за бесплатные РП, которые сверху, вы тоже получаете награды. Конечно, не такие крутые, как заплатные. Но, тем не менее, хоть какие-то призы, вот, например, на 10 уровне. Маска, что тоже очень приятно. Всякие купончики. То есть, конечно... О, смотрите, вот такие вот. Я не могу их померить. Многие жалуются, что вот, ну, типа, за бесплатный ничего не дают. Ну, блин, ребят, это же бесплатный. Что тут поделаешь? Может быть, можно было бы больше добавлять. Но я считаю, что тоже неплохо. Смотрите. Куртка даже есть на 50 уровне. Неплохая. В целом норм. И скин на миньку. Теперь давайте перейдем к платному Ройл Пассу. И сразу вы видите, то, что за первый уровень дают целый вот такой костюм БДСМ какой-то. И скин на миньку. Кстати, очень красивый. Уличное искусство называется. Очень приятный цвет. Мне нравится. На втором уровне нам дают РП 500 очков на сезон 6, друзья. То есть на следующий сезон. Такой же дают, давали и в предыдущих сезонах. У меня вот сейчас лежит карточка на РП 500 очков на новый сезон. То есть, если вы в прошлом сезоне покупали РП, то получается вы, даже если покупаете РП первого уровня, у вас уже есть в багажнике РП на 500 очков. И вы автоматически становитесь шестым уровнем. То есть, вот это тоже надо понимать. Ну и дальше вот эти РП. РП карточка на переодевалке. Я не любитель всего этого дела. Но, в принципе, полезная штуковина, что вы могли носить два костюма в каточку себе. Дальше мы имеем ЮЦ валюту. Окей, всякие пазлики. Шарф, друзья. Ну, шарф, я не знаю, прикольный. Знаете, как в Питере много таких носит шарфов. Дальше опять валюта. ЮЦ валюта, БП валюта, серебро, карточки. Опа, это что? Да, я знаю. Я лазил и не мотивированный. What the fuck, друзья, вы слышали? Это какой-то эмоция бомжа после первого февраля или что? Слушайте еще раз. Просто ложится. Микузи, мискузи. Блин, офигеть, у него еще разные озвучки. Вы представляете, две уже озвучки. Давайте третий раз, третий раз бомжа. Да, две озвучки. Слушайте, прикольно. Мне кажется, что это довольно забавно сделали. Сама по себе эмоция вообще просто невероятная. И плюс еще и озвучка. Вообще прям замечательно. Так, еще одна РП-карточка. Это, кто не помнит, с прошлого сезона, по-моему, появились такие штуки на пропуск миссии. Если вы не хотите, ну, допустим, проходить, то копите карточки и миссии пропускаете. Я так делал. Смотрим. Дальше у нас сундучок. У нас... Давайте сразу туда рассмотрим. Я хотел бы в конце рассмотреть. Но давайте сейчас посмотрим. И, блин, все-таки дача ни хрена не будет в подарках. Она будет именно в кейсе. Вот это вот меня очень расстроило, ребят. Только что прям расстроился. Потому что... Ну, то есть, нифига не факт, что она выпадет. Но, с другой стороны, типа, иначе она была бы у всех тогда, кто купил РП. Короче, давайте смотреть. Мы имеем шанс 2% выбить легендарный предмет. Эпический 38, редкий 60. Ну, капец, ребятки. Это просто жопа, мягко говоря. 2% чтобы выбить вот такую дачу Охотник на Драконов. Дальше есть вот такая маска. Но, лично, как по мне, ну, полный аут. Я еще с трейлера ее видел. Лично мне она не нравится. Какая-то оригами. Но, блин, если выпадет для коллекции, будет неплохо. Костюмчик сквозь измерения. И он очень сильно напоминает костюм Снегурочки с предыдущей части. Только какой-то, типа, мужской. Ну, вот прям один в один. Дальше у нас имеются какие-то костюмы. Горячая пицца. Вот эти сетики, да. Десант. Всякие повязочки, масочки. Ну, в принципе, вот эти вот призы я бы не сказал, что плохие. То есть, вот фиолетовые, ну, нормально. У меня таких сетов нет. И, конечно же, ширпотреб, друзья. Дальше мы получаем карточку Лобби на 15 уровне. Затем, о, на 20-м скин на баги. Уличное искусство. Очень классный скин. Мне очень нравится. 22-й опять ящик мы получаем, да. Вот, за 25-й целая аватарка 5-го сезона. За 30-й, наконец-то, ребята, кристальная чистота. Скин на самолет. Давненько не было. В прошлом сезоне не было новых скинов на самолеты. И вот появился новый. Это приятно. Еще один кейсик. Шляпа какая-то с ушками приключенцев. Жестко, да, конечно. Здесь у нас, вот, костюм приключенец. Опять же, очень сильно похож на костюм Снегурочки с прошлого сезона. То есть, слегка переработанный. Но на ремне, видите, у него какой-то волчонок, типа ведьмака. Непонятно. Еще сундук. Рамочка замерзшая какая-то. Вот еще одна анимация. Ага. Ну, прикольно. Прикольно то, что сделали разные озвучки, ребята. Это мне нравится. Так. Еще у нас кейсики есть. Смотрите, еще один юмпик. Уличное искусство. Тоже из неплохого. Также из новенького, вот, женский костюм, опасный агент. Давайте посмотрим, как на девушке смотрится. Ну, в принципе, неплохой сет. Я бы не сказал, что он ужасный. Нет, хороший сет. 75. А это у нас скин на СЛР. Ой, о ней кто-то вспомнил, ребят. О ней кто-то вспомнил. Все забыли, наверное, эту пушку уже. Ой, сковородочка. Курочка лайтспид. Ну, неплохо, я вам скажу. Хотя это, опять же, просто принт. Но, с другой стороны, она выглядит хотя бы необычно. Спасибо, ребят. На этом 85 уровень нам дают рюкзак. Какой-то такой хардкорный панковский рюкзак. И, окей. Дальше 90 уровень. Аж в целом на 90 уровне прическу дают. Но я бы не сказал, что она стоит 90 уровня. Ну, ладно. Так, и все. И мы в итоге переходим к финалу, ребят. 100 уровень. На 100 уровне появляется ноу-хау. Новиночка. Нам предлагают выбрать, кого мы хотим. Выбрать Shadow или Force. Это вот, типа, две стороны. Shadow это такой, типа, йоу-йоу, я снайпер, я стелс. А Force это жесткий, нормальный такой штурмовичок. И нам в конце на 100 уровне предложат выбрать один из двух костюмов. Ну, окей. Друзья, мы уже посмотрели, получается, с вами на сундук. Мы сундук рассматривать больше не будем. Дальше в обмене у нас появился костюм за 9600. 9600... А, я понял. Я понял. Это, типа, если сейчас просто, грубо говоря, прокачаться до сотого, и у вас будет свыше РП, вы сможете получить оба костюма. Вот эти два костюма. То есть, вот это... Я не знаю, кто из них Shadow, Охотник на драконов и Ревущий дракон. Ну, лично мне визуально, наверное, больше нравится вот такой вот костюм. Я не знаю, какой я выберу в итоге. Но вот такие пирожки. Тут же нам предлагают купить вот эту кофту за 96 БП, ребят. 96! Карл, ты что, с ума сошел? Ну да ладно. И вот такой вот скин уличное искусство на ДП за 900 ЮЦ. И рамочку за 1200. Окей. Все меньше и меньше вещей, получается, в обмене. Теперь давайте вернемся, ребята, к РП. Ну, честно. Я, конечно, в любом случае сейчас его куплю. Давайте я так и сделаю. Я решил брать за 1800, как и в прошлом сезоне. Все. Давайте получим эти вещи. Я сейчас, кстати, на экран, вот прямо сейчас, выложу вам, выложу, покажу, что в платном Ройл Пассе, за исключением батлпоинтов там и так далее, там всяких фрагментиков, это все чушь и карточек, я вам покажу именно количество скинов, которые мы получаем за платный РП за все 100 уровней. Вот сейчас вы видите у себя на экране. А я пока буду собирать свои вот эти вот наградки за первый уровень костюм БДСМ. Дальше скин на мини. Вот это мне реально нравится, очень красивый. 500 РП очков, всякая вот эта шушера, 30 ЮЦ. Ну, ЮЦ-шки, это, конечно, приятно. В любом случае, это приятно, ребят, потому что, ну, действительно, так или иначе, какой-нибудь скинчик приобрести, понятное дело, что я не буду копить их на следующий сезон, вряд ли мне получится это сделать. Но, тем не менее. То есть, приятно, что разработчики компенсируют вам хотя бы таким... Это, ну, своеобразный кэшбэк, ребят. То есть, это все равно хорошо. Раньше такого не было. Так. Эмоция, конечно, огонь. Просто замечательно. Ящичек. Ящичек я пока открывать не буду, потому что, наверное, подкоплю, что ли. Но это еще не все. Если вы думали, что мы на этом закончили, есть еще одна фишка РП. В каждом сезоне, начиная еще с Санука, по-моему, она появилась, эта штуковина. Сейчас мы ее рассмотрим. Так. Ух ты мой, скинчик на баге. Прям замечательный. Мне нравится очень. Еще один сундучок. Еще ЕЦ-валютка. Неплохо. Неплохо. Для 25 уровней нормально. И вот. Вот. Мы с вами имеем 26 уровень. И, конечно же, так, гардероб не надо. С прошлого сезона активируем карточку РП, ребята. Давай. Вперед. Мы уже 31. Представляете, как это работает? Ну, типа, быстро. Во. Хорош. У меня сейчас будет самолет. У меня сейчас будет самолет. Смотрите. Все. Я получил скин на самолет. Это замечательно. Сейчас будем красить самолеты. Ну, возможно. Так, смотрим. Мы уже вот это получили. Масочку. Вот этот вот шарфик, который нельзя одеть вместе с маской. Как я люблю всю эту движуху, ребят. Прям обожаю. Ну, аук это я вот купил. Тот скинчик, что был в начале. Дальше у нас есть минька. Очень классная. Ну, палевная, но мне нравится. Очень красивая. Дальше у нас есть баги. Вот он, тоже красивый. Эмоции, ребят. Ну, это просто. Так, где редактировать? Редактировать. Ну, ладно. Потом я этим уже займусь. Ну, просто. Слышно. Сюда иди. Да мне он. Ну, короче, нормально. Прикольно сделано. И ледяной самолет. Вот он у нас. Все, ребят. Красота какая. То есть, мы с вами поняли, да, что можно получить в РП сезоне, ребят. Решать, конечно же, вам, друзья, что именно покупать или покупать ли вообще. Но чисто вот сейчас, вот сейчас вот мое мнение, что этот сезон, наверное, чуточку хуже, чем предыдущий. Я считаю, что, ну, в принципе, там, за такие деньги, ну, это я купил 25 урн, да, можно купить за 600 и получить все награды в течение сезона, да, если выполнять все миссии. Ну, там, скорее всего, либо, если даже не хватает, то разработчики будут давать какие-нибудь, там, РП дополнительные очки, чтобы до 100 уровней докачаться, если вы будете, там, чуть ли не каждый день заходить в игру. Но, вот, вот все эти вещи, еще раз, сеты, которые мы получаем. Я считаю, что это стоит этих 600 UC, потому что сеты и скины в игре невероятно дорогие, да. То есть, и при этом, покупая РП, вы получаете все эти скины. Я по-прежнему считаю, что это стоит своих денег, но, все равно, предыдущие сезоны были как-то необычнее. Потому что здесь я увидел пару сетов, которые, ну, они практически дублируют предыдущие сезоны, и как-то они не очень классно выглядят. Но, все равно, эмоции новые зато появились, и много разных ништяков. Лично я в себе уже приобрел, а вы смотрите сами. А теперь переходим, ребята, к финальному бонусу, финальной плюшке от покупки РП. Нажимаем внизу вот здесь, еще раз, вот видите, внизу, да, у нас вот где скинчик есть, нажимаем на РП. И события улучшения. Обладатели элитного Роял Пасса уже, представляете, миллион сто. Я, я, блин, я хочу быть разработчиком по-моему, я хочу быть в доле, ребят. Насколько уже, уже больше миллиона человек купил этот РП. И вот вы видите, нам уже дают награду РП-карточка, ну, что вообще не круто, да. Но, тем не менее, за полтора миллиона нам дадут сто РП очков, то есть уровень дополнительный, спасибо. И ящик, классический купон. В прошлых сезонах давали хотя бы новые РП ящики, типа вот эти синие. Могли бы сейчас здесь насыпать ящиков. Короче, с ящиками, друзья, будет большая проблема, как я понимаю. И вот этими, да. Я не знаю, может открыть два, что ли. Давайте откроем, елки, давайте откроем. А что, какой смысл? Ну, у меня их сейчас только два, когда я их еще, блин, куплю себе? Что выпадет, то выпадет. Кстати, у нас вот еще есть ящик четвертого сезона. Там выпало 4 ЮЦ и 5 вот таких ящиков. Тоже давайте сразу откроем. О, у меня, видели, выпал даже какой-то костюмчик. Нормально. Я не думал, что из этого ящика вообще что-то падает. Наверное, это повторка, да? Нет, смотрите, у меня такого не было. Ну, я бы не сказал, что он шикарен, но, блин, нормально. Спасибо, спасибо, друзья. Теперь давайте перейдем к открытию вот этих кейсов. Двух. У меня всего два. Сокрою еще я с дракона. И мы открываем один. Кепка. И давай просто джинсы, ребят. Да, все хорошо. У меня все в порядке. Я, в принципе, другого не ожидал. Но вот, конечно, эта тема меня очень сильно расстроила. То, что дача, дача может попасться исключительно только в сундуке. Это прям печаль. Ну, ладно, друзья. В общем, на этом все. Я вам показал все, что есть в РП. Это уже вам решать, что делать с этой информацией. Обзорчик вы получили. Не забывайте ставить лайк этому ролику. Пишите в комментариях, как вам новый РП сезон. И главное, напишите, что вы выберете в конце. Shadow или Force. Вот это важно. И, конечно же, подписывайтесь на канал. Всем приятного сезона, ребятки. И хорошего настроения. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok